Абсолютный чемпион мира по вертолётному спорту, абсолютный чемпион всемирных воздушных игр. Виктор Каратаев рассказывает, запах керосина у него ассоциируется с запахом неба, а значит свободы. Виктор Васильевич закончил Саратовское высшее военно-авиационное училище в 81-м году и остался там лётчиком-инструктором. А с 94-го года, когда был создан аэроклуб ЦСКА ВВС, пришёл сюда. За эти годы его общий налёт на вертолётах превысил 7 тысяч часов. Игра в игрушки, она продолжается у нас до сих пор. То есть это детская мечта. Это было ещё в те далёкие времена, когда мне было два года, когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос и летали самолёты высоко. И это моя детская мечта, которая до сих пор осуществляется. За эти годы вместе с другими пилотами клуба Виктор Васильевич неоднократно участвовал в чемпионатах мира и неизменно становился победителем. Самарские лётчики самыми первыми из военных экипажей участвовали в чемпионате мира, который прошёл в 89-м году во Франции. Причём на чемпионаты, проходившие в Европе, лётчики долетали на своих вертолётах самостоятельно и лишь в Америку переправляли технику по морю и на воздушных судах. Вот эта вот техника, в которой я сижу, это наши вертолёты, которые облетели всю Европу. Наша команда не пропустила ни одного чемпионата мира. Ни одного чемпионата мира мы не пропустили и становились всегда чемпионами мира. То есть самая именитая команда, и можно так сказать. На соревнованиях лётчики показывают мастерство в четырёх упражнениях. Первое выполняется на малой высоте – 2,5 метра над землёй. К вертолёту привязывают два груза. Экипаж должен проделать полёт длиной в 50 метров по метровому коридору, не касаясь грузом земли, и выполнить четыре разворота. Во втором упражнении выставляются 12 ворот, а к вертолёту привязывают ведро на верёвке. Задача экипажа – зачерпнуть им воду из бочки, пролететь через все ворота и поставить ведро с водой на стол. Третье упражнение – развозка груза, который нужно опустить, а затем поднять из трёх бочек поочерёдно на высоте 4, 6 и 8 метров. Задача последнего упражнения – проложить маршрут по координатам с одной поворотной точкой. Вертолётный спорт подразумевает под собой, что это филигранную технику пилотирования, потому что лётчиков много, и классных лётчиков много, и очень классных, вообще суперлётчиков много. Но вот именно упражнения, которые выполняются у нас на спорт, я думаю, что они не смогут этого выполнить. Через нас очень много прошло лётного состава, прошло очень много, но именно в спорте остались единицы. За заслуги перед страной и городом в этом году глава Самары Елена Лапушкина отметила Виктора Каратаева наградой. Я думаю, что не только я, что это награда, то, что она нашла героя, это наш аэроклуб. То, что выбрали меня, так просто повезло. В этом году лётчики спортивного клуба ЦСКА БВС участвовали в открытии третьих Всемирных игр курсантов в Санкт-Петербурге. Одержали победу в соревнованиях в Республике Беларусь. В последние годы Виктор Каратаев летает в одном экипаже с трёхкратным абсолютным чемпионом мира Владимиром Зябликовым. И готовит молодое поколение лётчиков и парашютистов. Виктория Шара, Константин Головин. События.